Потому что может обсуждаться вопрос по невыполнению финансовых обязательств нашей страны. Ничего не будет такого обсуждаться. Вчера эксперты уже поработали, есть проект решения, который будет вынесен, и там узнаете. Но, в принципе, не платите. Мы готовы обсуждать все, что угодно, потому что устав Совета Европы гласит, что все должны иметь равные права и равные обязанности. Если прав лишают, то, разумеется, страна имеет собственное мнение насчет того, как ей дальше поступать. Надеюсь, что справедливость будет восстановлена. Получается, американцы больше не увязывают двустороннюю встречу с освобождением украинских моряков, как это было раньше? Знаете, мы все сказали вчера, президент Путин подтвердил это, Юрий Ишаков это подтвердил, я это комментировал. Мы слышали о том, что президент Трамп публично выразил заинтересованность воспользоваться саммитом 20-ки ВОЗСКИ для проведения двустороннего контакта с президентом Путиным. Если будет официальное и конкретное предложение, конечно же, мы его поддержим. Вчера вроде бы такая была более-менее желательная, конструктивная атмосфера. Но вот в этом конструктиве кто-то готов идти на какие-то уступки, на ваш взгляд? Ну, знаете, это на разные понятия. Надо всегда быть вежливыми, а мы вежливые люди. Мы говорим на любые темы, исходя из того, что нужно общаться, нужно слушать друг друга. И мы других слышим, между прочим, они нас не всегда. Но это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то что мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации. Продолжение следует...